Выбора, кем стать, у Владимира Степановича не было. В семье много музыкантов. Чувство ритма и хорошее образование – главное в профессии дирижера, говорит Клименко. Помимо, конечно, ряда человеческих качеств. Терпение, потому что лишние эмоции, лишнее движение направлено на ненужную требовательность. Это усидчивая, повседневная работа. Педагог, общественник, пропагандист в духовной церемониальной музыке. Владимир Клименко успевает все и везде. Именно он создал на базе местного МВД военный оркестр в далеких 60-х, а после основал и Барнаульский городской оркестр, которым руководит уже 30 лет. Старается передавать все свои знания и опыт молодым музыкантам, но говорит, что они способны учиться и без его советов. Молодежи современной мне посоветовать уже становится сложно. Почему? Потому что она опередила, современная молодежь уже, вот наше возрастное представление, возможности наши на несколько лет вперед. Молодежи сказать своему внуку, я могу посоветовать, чтобы он был настойчив, чтобы он выбрал уже сейчас профессию, которая пойдет по жизни. Из 80 лет жизни Владимира Степановича большая ее часть была отдано музыке. У дирижера есть и другие увлечения – охота, рыбалка, садоводство во втором плане. Дети и внуки – почти все музыканты. Эта профессия, шутит Владимир Степанович, передается генетически. К слову о музыке, в честь 80-летнего юбилея своего руководителя Барнаульский духовой оркестр организовал концерт с участием ведущих солистов и хоров Барнаула. Поэтому можно будет поздравить дирижера с праздником сегодня, прямо во время его работы. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.